наконец-то мы добрались в парк бельмонтес и сами хотели и конечно же по совету наших подписчиков зрителей сейчас посмотрим что здесь надеемся мы приехали в хорошее время дождик закончился хотя в центре города его не было что странно и у нас золотая золотая осень ну мы все покажем так на велосипедах пьяным и с животными нельзя понятно но зато на машине моем ну и карта вот так а это мы здесь вошли получается там и здесь здесь зал здесь касса все правильно касса зал да все правильно ну идем дальше смотреть что здесь есть какое-то озеро должно быть маленькой скажет как спать а вот он сразу мы уже нашли кто видит составит черный по моему он плывет к нам но мы его не будем кормить а там уточки вот лебедь да он плывет такой думаешь что ему сейчас что-то дадут то есть интересный красивый вот кто первый кутка или лебедь делаем встанки а а а а а а а а а ну а вот целая система водопадов я думаю что так шумит получается не как-то оттуда оттуда из того озера что ли да из того озера до сюда сюда и попадают вниз ведет меня куда-то саша правда после такой погоды чуть-чуть скользко пустя дождиком водопад а а а а а а а а А тем временем у нас начался дождь, ну ничего, можно погулять. Сад скульптур. Да, это фонтан получается из этого озера, туда и там тоже куча воды. Потому что нужно почитать про все это, интересно очень и красиво. Будем чаще прислушиваться к нашим зрителям, к советам. Работающий фонтан в дождь. О, какое все желтое. Оранжевое, красное. Да, я так понимаю, это тут выступления всякие проходят. Какая-то сцена получается здесь. Мы пришли к сцене, которая, мне кажется, наиболее подходит для каких-то литературных встреч. Там беседочка, накрытие. А здесь столики с освещением, насколько я понимаю. очень атмосферно, особенно сейчас, осенью. Прям хочется выйти и читать стихи. И фонтанчик с девушками танцующими. Мы увидели лягушоночка маленького в фонтане. Вот, вот он подплывает к нам. Хочу тебя достать? Может, ты хочешь, чтобы его достали? Да ну, я не думаю. И вот к такому классовому фонтану подошли. Здесь можно, оказывается, еще посидеть, посмотреть, понаслаждаться. Боже. Саша вытащил лягушонка из фонтана. Вот такой красивый малыш. Вот, он просто вылезки не может. Ну и что? Покажи ближе. Ну и что? Мы тебя достали. Что дальше? Он спятался под нашим зонтиком. И наш лягушонок маленький смотрит на фонтанчик. Назад уже очень сильный дождь начинает пускаться. Спускаться с небес. Да. У нас дождик. Правда, погода очень интересная. Здесь тучи огромные. Знаю, должно быть видно. Да, дворники никак не помогают здесь. Здесь тучи, а здесь все светло. Просто напротив светло. И здесь светло. Интересная погода. Ну, мы решили вернуться в машину, попить чайку и погреться. Чёрный чай с лимоном и мёдом, как раз как узнали, что будет такая погода, и мы чуть-чуть намокли. Да. Так что будем греться. А на улице сейчас плюс 9. Ну, что интересного мы увидели в этом парке? Ну, сам по себе парк очень интересный. Мне понравился. Да. Он такой тематический, но, я так понял, мы приехали базно, потому что много чего уже нет. Терри нету, всяких батутов нету, ничего нету. Осталось только кафе и всё. Поздно, в плане, что нужно приезжать весной, летом, а на осень, зиму уже всё. Ну, какая-то часть закрылась. Всегда холодно уже стало, потому что плюс 9 днём уже холодно. Какие развлечения могут быть в плюс 9? Да. Потом очень классный водопадик, уточки, лебедь, лягушку мы видели. А лягушку вытащили, спасли. Да. Ну, спасли, не спасли, плавать она умеет, но вытащили. Она подтуда не вылела, там высохнула. Ну, как-то она туда попала. Попасть-то можно, а вылезти мы другой вопрос. Потом эту сцену интересную с освещением. Тоже очень интересно, зачем вообще это нужно. Может, кто-то из вас опять-таки знает и скажет, расскажет, что там такое проводят и зачем. Там типа всякие концерты какие-то вечера проходят. Ну, мне это больше напоминает для литературных каких-то вечеров театральных. Там просто концерты, а там просто столики как кафе получаются. Ну, в любом случае, очень интересно, потому что такая атмосфера у ручья и столики, беседка. Очень классно. И нам ещё показалось, что когда-то на этом месте, возможно, была мельница или что-то в этом духе. Как-то использовались эти помещения с целью какой-то сельскохозяйственной. И, возможно, мы почитаем об этом дома, поинтересуемся, потому что очень интересно. Да и очень красиво. Хоть и погода не очень, но мы рады, что мы сюда приехали. Мельница. 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 Все, мы выезжаем. После парка пришло не так много времени, мы успели зайти в строительный магазин, купить по мелочам домой, и потом заехали в магазин всякой фурнитуры для рукоделия и купили очень любопытные конвертики, которые нам нужны для одного очень важного тела, о котором мы вам когда-нибудь расскажем, и позже покажем процесс, как мы это делали и что из этого получилось. Но конвертики очень классные, выглядят примерно так, такого сиреневого цвета с цветочками, и там куча фурнитуры, и можно придумать вообще все, что угодно. Поэтому глаза разбегались, очень долго выбирали, между одинаковыми конвертиками разных цветов. А сейчас едем домой, на улице Армагеддон, небо черное. Смотрите, и везде так уже нет каких-то просветов беленьких, все уже очень темное, мрачное. Завтра мы собирались, собираемся все еще ехать в Мариамполь. Если мы правильно сказали название. Надо почитать. Но есть большие сомнения, что синоптики сказали правильно погоду, потому что передают солнечную. Но глядя на эти тучи, конечно, хочется верить в это. Не, ну то, что передают сегодня минут один ночью, ну да ладно, чтобы завтра дождика не было, вот это самое главное. Да, потому что небо затянуто полностью. Кажется, что сейчас, ну вот, бахнет, да, просто. Но оно черное не из-за того, что темно, а из-за того, что оно реально черное. Сейчас только в 7 часов уже должно темнеть, но это небо. Субтитры сделал DimaTorzok